Здравствуйте! В эфире ДПС. В студии для вас работаю я, Анастасия Бойко. Сегодня выпуски. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Четыре женщины пострадали в аварии на трассе К-16. Они находились в салоне УАЗика, ехали со стороны Тогучина в Болотное. В какой-то момент водитель не справился с управлением, его машина опрокинулась в левый по ходу движения кювет. Все пассажирки получили серьезные травмы в виде сотрясений, переломов и многочисленных ушибов. Сам шофер не пострадал. Очевидцы говорят, причиной аварии стал резкий вираж на скользкой трассе. Ушиб головного мозга и экстренная госпитализация. Таков итог ДТП в Ордынском районе. 39-летняя девушка не смогла удержать руль ее Тойота, вылетела с дороги в кювет и врезалась в дерево. Автомобиль получил повреждение передней части кузова. Две женщины оказались в больнице с переломами тела и травмами головы. Они решили перейти дорогу вне зоны зебры. Водитель Хантера, говорят свидетели, не успел затормозить. Его машина наехала на пешеходов. Владелец УАЗа был трезв, направлялся со стороны Ползунова в сторону улицы Пойменная. Если вина пешеходов будет доказана, владелец источника повышенной опасности никакого наказания не понесет. Решила резко развернуться, но врезалась в Субару. 20-летняя дама ехала по Бердскому шоссе. При совершении маневра, говорят очевидцы, проявила невнимательность. Ее Тойота столкнулась с Форестером. Удар оказался настолько мощным, что оба водителя оказались в больнице с различными травмами. Машины получили механические повреждения. 14-летний мальчик попал под колеса Газели. Водитель рассказали в ГИБДД и не учел скорость движения и видимость. Поэтому в темноте и не заметил ребенка. Никаких светоотражающих элементов на одежде школьника не было. Но уже известно, ребенок пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу в месте, где ни одного светофора нет. Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясения и ушибы мягких тканей головы. Две Хонды не разъехались на станционной. Водитель Аккорда, который, к слову, отказался пройти тест на состояние алкогольного опьянения, не смог уйти от столкновения с ЦРВ, которая ехала во встречном направлении. Оба водителя и один из пассажиров получили многочисленные ушибы и ссадины. ВАЗ занесло на скользком очищенской трассе. Водитель не справился с управлением и допустил столкновение с иномаркой, которая ехала во встречном направлении. Водитель Лады пояснил, причиной ДТП стал гололед, подвели шины. К счастью, участники аварии не пострадали. Марч, который в результате удара вылетел с дороги в Кювет, получил деформацию на кузове. У ВАЗа разбита левая фара. Пежо, Мерседес и Тойота стали фигурантами ДТП на Адаевского. Владелец французской иномарки решил перестроиться в левый ряд, но не заметил немецкий Бенц, который ехал в попутном направлении. От удара Мерседес выбросил на встречку, где седан врезался в японский Марк 2. В результате аварии все машины разбиты. Теперь им предстоит дорогостоящий ремонт. Рев моторов и байкерские заезды. Не просто любительские гонки, а образовательный урок. Представители мотоклубов предложили учить начинающих вождению в городе. Курс мото-мастерства может появиться в автошколах. Мотоциклисты массово предлагают выезжать на трассы. Говорят, воспитывать молодежь нужно на конкретных примерах. Мотоциклист должен понимать, как тронуться со светофора, как вести себя в потоке автомобилей, как реагировать на пешеходов, которые выскакивают на дорогу. Так пояснили опытные байкеры. Нужно устранить правовой вакуум, чтобы мотоциклисты тренировались в городе перед получением прав. Пока неизвестно, как к такому предложению отнесутся в госавтоинспекции. Старым дорогам новые технологии. Уже скоро магистрали и трассы федерального значения будут реконструировать по международным стандартам. О том, где дорожная одежда изменится уже в следующем году, а каким участкам не повезло, расскажем в следующем сюжете. Европейские инновации и новый регламент. Проектировать и ремонтировать трассы будут по особым стандартам. Даже сито для щебня и водяные ванны будут другими. Применяли сито с круглыми отверстиями. В новом госте у нас сито с квадратными ячейками. Было контрольное сито при определении сопротивления дробимости и износу. Контрольное сито было 1,25 размер ячейки. Сейчас 1,6. Вымачивать образцы дорожного полотна в воде с 1 сентября 2017 года будут не 48 часов, а сутки. Для неэксперта это может быть и не принципиальное изменение. Обычные водители ориентируются на ровность дороги, отсутствие просадок и выбоин. Таких, согласно новому регламенту, будет меньше. Новый метод определения стираемости по показанию микродеваль. То есть это стойка, щебли к истираемости. Это выход на колеообразование. К тем дорогам, которые уже вошли в план ремонта на будущий год, новые стандарты применять не будут. Проектная документация к ним уже составлена по старым правилам. Переделывать ее бессмысленно. Но те магистрали, разработать смету, которым только предстоит, будут реконструированы по новому способу. Береженого свет бережет. Общественники предлагают приобретать домашним животным одежду со световозвращающими элементами. Так, говорят эксперты, безопаснее. Подобная инициатива не на ВАГ. К примеру, питерская госавтоинспекция недавно уже предлагала переодевать питомцев. Аргумент прост. И животное в темноте видно, и хозяина, такой яркий хвостатый друг, может уберечь от наезда. С одной стороны верно, с другой проблематично. И что делать с кабанами, лосями и лисицами, которые внезапно выбегают на областные трассы, не ясно. Обязать егерей гоняться за лесными обитателями и привязывать к шеям ленточки – не вариант. Только в Новосибирской области с 1 января и по сегодняшний день произошло 72 ДТП, спровоцированных животными, в которых 7 человек пострадали. Один звонок и до спасения секунды. Риски велики. Личный состав собран, связь проверена, машины готовы, маяки работают. Пожарные торопятся, но вдруг на дороге появляется упрямый невнимательный водитель. На чьей совести опоздание? В Новосибирске прошла операция «Маячок». О том, почему водители не пропускают спецмашины, расскажем в сюжете. Добраться до места пожара в городе за 10 минут. В область должны приехать за 20. Это регламент для спасателей. Если опоздаешь, ЧП не миновать. Собираешься за секунды, едешь, но пропускать машину с проблесковыми маячками водители не хотят. Причем все чаще. Количество автомобилей в городе возрастает. Вместе с этим не всегда водители добросовестно относятся к соблюдению правил дорожного движения. Не всегда адекватно реагируют на автомобили спецслужб с проблесковыми маячками и звуковой сиреной. Педаль до упора. Вес пожарного расчета 13 тонн. Резко остановиться невозможно. Маяки и сирена включены. Это предупреждение. Реагируют не все автомобилисты. Каждый четвертый до последнего преграждает пожарным проезд. Налево поворачиваем, остановку делаем. На Мерседесе остановку делаем. Водитель говорит, солнце отражалось в зеркалах. Пожарную машину не видел. Когда услышал, было поздно. Вы совершали поворот налево. Когда вы думали, вы либо перестроились вправо, либо поддольный движение прямо, чтобы пропустить данный автомобиль. Я его когда увидел, я сразу вперед. Это мешает, вот это вот, шторки ваши мешают. Нет, мне не мешает. Второго нарушителя долго ждать не пришлось. И пожарных не пропустил, и вину признавать отказался. Говорит, отъехать было некуда. Мне что, взлететь, что ли, нужно было? Вам надо было проехать в прямом направлении. Я вам говорю, поток, везде машины. Куда я проехал? В прямом направлении потока не было. Ну как не было? Напротив, этот, Сузуки, Витара выворачивал, стоял. Справа поток у меня идет, слева встречка. Я навстречку и так вылез максимально, чтобы его пропустить. У меня там край торчал на проезжей части. У меня взлететь, может быть, нужно было? Вот смотрите, автомобиль пожарный. Я понимаю. Вот сгорит пожар. Горит дом. Страдают люди. Я понимаю. Каждая минута она на чеку. Я понимаю. Мне что, под машины лезть? Опытные водители правила нарушают реже. Спецмашины пропускают в 99% случаев. Среди молодых шоферов нарушителей в разы больше. На основе контингента, это, конечно же, люди не специально пытаются нарушить. То есть, либо они не заметили, либо слушают музыку. Но, опять же, это идет невнимательность у нас. Невнимательность. Водитель должен быть внимательным всегда. Какие штрафы пройдут? Административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей, либо лишение от одного до трех месяцев. То есть, это уже судья выносит лишение. За час четверо невнимательных водителей. По городу и области сотни. А пожаров тысячи. С января 15678 выездов. Среди них и ложные, и реальные, и ДТП. Только с начала года 168 человек погибли. 80% из них умерли от удушения, потому что потеряли сознание в дыму. Они могли бы жить, если бы пожарные не задержались в потоке на дорогах. На этом все. Если вы стали свидетелем дорожетранспортного происшествия или же просто беспредела на дороге, присылайте записи с видеорегистраторов или мобильных телефонов на электронную почту dps.ots.sobaka.mail.ru С вами была Анастасия Бойко. Не нарушайте правила и помните, дорога у всех одна, но куда повернуть, мы выбираем сами. Продолжение следует...